В Германии набирает обороты компания по защите Штутгартского парка. Это что-то вроде нашумевшей истории с Кимкинским лесом, только с национальным немецким колоритом. В Берлин уже съехались тысячи противников строительства в центре Штутгарта вокзального комплекса в духе футуризма. К конфликту подключились и первые лица страны. С места событий передает Константин Гальденцвайк. Скорый поезд из Штутгарта прибыл в Берлин не по расписанию, а по требованию его пассажиров. От их требований с каждым днем все сильнее зависят не только железнодорожники, но и власти страны. Мы приехали сюда, так как считаем, что должны рассказать о творящихся в Штутгарте безобразиях всей Германии. Мы должны протестовать повсюду, чтобы все знали, как с нами обходятся наши политики. Их свела и довела до Берлина не тяга к музыке, а ненависть к гулу строительной техники. По решению властей земли Баден-Вюртемберг и немецких железных дорог, старый штутгарский вокзал начала прошлого века, в веке нынешнем работающий на пределе возможностей, должен быть большей частью снесен и заменен. Причем не просто вокзалом, а целым районом, где найдется место и сверхскоростным поездам, и сверхдоходным домам. И вся эта космическая архитектура в историческом центре Штутгарта. На эскизах проекта «Штутгарт-21» все выглядит идиллически, а на деле две трети жителей против категорически. Эти несколько миллиардов евро можно потратить на более насущные вещи, а превращать Штутгарт на 10 лет в огромную стройплощадку – это просто безрассудство. Я даже представить себе не могу, какое мощное лобби скрывается за спинами наших политиков, если они так упорно поддерживают совершенно бессмысленный проект. Этой осенью вести из-за обычно тихого Штутгарта поступают будто военные сводки с передовой. Митинги с требованием прекратить строительство вспыхнули еще в сентябре, но правительственные чиновники оставались к ним безучастны. Парламенты всех, всех уровней, от местных общин и районных советов до Бундестага и Европарламента, все они еще в 2004 году одобрили Штутгарт-21. Дамы и господа, это просто нечестно утверждать теперь, будто общественность не спросили, нужно ли ей этот проект. Однако общественность лишь взорвалась от негодования, когда дело дошло до вырубки парка, прилегающего к стройке. Его защитники во главе с зелеными возлили баррикады и палаточный городок для единомышленников со всей страны. Все время они съезжаются в Штутгарт. Это превратилось в какую-то разновидность туризмов. Туризма экстремального. Пыл протестующих остужал из водометов немецкий спецназ. Правда, в лужу в итоге сели политики. Рейтинг христианских демократов, 60 лет стоявших у власти в Баденбюртемберге, рухнул до исторического минимума. Причем аукнулась даже в Берлине. Канцлер Ангелы Меркель резко теряет доверие избирателей, но тем речи осаживает противников стройки века. Речь идет не просто о Штутгарте. Речь идет о том, что этот отрезок пути станет частью трансевропейского железнодорожного проекта. Дороги, которая свяжет всю Европу, от Франции до Словакии. Ведь французы давным-давно выполнили свою часть работ. А мы уже 16 лет все никак не закончим совещаться. Рыть или не рыть, споры вокруг одного единственного вокзала захлестнули всю Германию. Неслучайно и иные немецкие политологи приводят сравнение российский химкинский лес. Пока там наверху, в штаб-квартире немецких железных дорог, а еще в парламенте Баденбюртемберга в Штутгарте, ведет переговоры, специально созданная согласительная комиссия здесь, на улицах Берлина и других немецких городов продолжают митинговать, несмотря ни на что, тысячи простых людей. Как будто не из-за вокзала, а из принципа. Этот принцип они зовут демократией. Катарина Линзвайк, Герр Югар, Дмитрий Покоржельский, Берлинское бюро НТВ.